Салют пипл, с вами Хьюман и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну все друзья, уже защиту от майнинга доломали и на самых десантных видеокарточках RTX 3050, 3080 и 12 гиг, а Intel при этом палит свои видеокарты, но не в плане огня. Об этом сегодня мы и поговорим, поэтому не тянем и погнали. Да, разработчики NB Miners сумели разблокировать LHR на видеокарточках RTX 3050 и 3080 на 12 гиг уже на 90 процентов. Для тех, кто вдруг не в курсе, мы с вами ранее обсуждали в этом видосике, что уже до этого разработчики и NB Miner и других, скажем так, компаний, сумели поломать, если не слила, конечно же, Nvidia, защиту от майнинга LHR на всех остальных видеокарточках Ampere, но тогда была проблема, что RTX 3050 и 3080 на 12 гиг не могли нормально фармить. То есть еще тогда две новинки выдавали всего лишь 50 процентов, 57 процентов своего потенциала из 100. Это мало. Но когда вышел NB Miner версии 41.5, все изменилось. Теперь карты жмут 90 процентов от своего общего потенциала из сотки. Допустим, если мы с вами берем для примера RTX 3050, то пожалуйста, 28 мегахешей при 80 ваттах. Если мы с вами возьмем 3080 на 12 гигабайт, то мы получим 120 мегахешей и 300 ватт. 320 если быть точным. И повлияет ли это все на ценообразование и плюс еще и слухи о том, что там пост, бомба сложности и все такое. Посмотрим? Пишите свои мнения в комментариях, пообщаемся. Буквально недавно Intel выпустил свой новый бета-драйвер, в котором собственно и запалило весь список видеокарточек, которые еще даже не вышли, но будут поддерживаться. И несмотря на то, что новый драйвер официально поддерживает только мобильную графику, ну то есть ARC A350M, A370M и IGPU 12 поколения, но вот уже в прилагаемых информационных файлах упоминается и предстоящая серия настольных ПК. И это недавно выпущенный драйвер 30.0.101.17.23, который фактически сортивидствует той же версии, которая просочилась в конце апреля. Это может быть драйвер, который Intel обещала выпустить к концу месяца, именно апреля, однако из-за некоторых трудностей разработки он стал доступен только через 2 недели, то есть в середине мая. Файлы в этом пакете драйверов, да, действительно, содержат еще СКУшки видеокарт, графические процессоры, которые еще не вышли. И это видеокарты, между прочим, на ПК. И что самое важное, на самом деле, вот мы ранее с вами обсуждали уже более чем полгода видеокарт очки Intel Arc, там чуть-чуть информации здесь присыпало, здесь присыпало, но это первый раз, когда, по большому счету, ну практически официально, Intel подтвердило целых 5 видеокарт. И это Intel Arc A770, A750, A580, A380 и A310. Однако признаков серии A780 и A350 для настольных ПК, увы, пока что нет. Кроме того, в списке представлены Arc Pro A40 и A50, а также A30M, которые для ноутбуков. А это новые рабочие станции в виде лэптопов, то есть профессиональные решения, которые еще не выпущены. И, кстати, Intel недавно подтвердила, что первые графические процессоры, непосредственно, которые будут на ПК, именно в OEM-сборках, то есть готовые сборки персональных компьютеров, будут в Китае. Пидоры. И лишь позже запуск будет включать OEM-производителей за пределами Китая, ну а под новые партнеров по всему миру. И, таким образом, настольный компьютер Arc будет запущен всего за несколько недель до того, как AMD и Nvidia представят свои серии графических процессоров следующего поколения. Но одно можно сказать наверняка. С новым списком видеокарточек Intel Arc на Алиэкспресс их станет явно больше. Они вообще, собственно, там появятся. Ну потому что это будет сначала для рынка Китая и для готовых сборок, но мы же знаем, что, возможно, есть лучший вариант продавать и не только в Китае для некоторых ритейлеров, да? Но по другой цене. В общем, поглядим, посмотрим, напишите свое мнение в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Но с вами, как всегда, был Хьюман и, как всегда, кайфовый вам игры.